Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня я нашел эту заброшенную приору в старом гараже своего деда. Но перед тем, как мы начнем, и я расскажу, как она сюда попала, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, сегодня утром дедушка мне говорит, внучочек, сходи, возьми, собственно говоря, колеса для моей Нивы. Как бы дедушка, у дедушки есть Нива, и он любит ездить на рыбалку, и для рыбалки у него есть специальная резина, ну, для леса, так сказать. Он говорит, сходи, возьми резину. А я захожу, такой, бац, а тут приора. Я звоню дедушке и говорю, дед, а тут у тебя стоит какая-то приора. Он говорит, а, это, он говорит, это мой сосед, короче, отдал мне свою тачку, я забыл тебе сказать, короче, можешь ее себе забирать. Я думаю, чего? Такое серьезно бывает? Я думаю, ну, окей, поэтому давайте сейчас будем выезжать на ней и смотреть, что она вообще может. Потому что они каждый день тебе просто дарят какую-то реальную приору. Ё-моё, вот это я понимаю. Вот это везуха, дорогие друзья. Я просто в шоке. И мне даже сложно представить, что теперь, реально, эта приора моя, вот этот гараж дедушки, и я выехал на этой приори. Я понимаю, что она старая, с ней что-то произошло. Но подробности я сейчас расскажу, потому что дедушка мне писал об этом, об этой машине. Я у него спрашивал, говорю, дед, а что с ней, почему она вообще была в твоем гараже? Он говорит, короче, у него там были долги по квартире, по всяким проблемам. Короче, он говорит, если хочешь забрать ее, поедь в банк. Уже выставили на меня счет, он говорит, поедь заплати банк, собственно говоря, штраф от этого соседа. И ты сможешь забрать себе эту приору навсегда. Я думаю, блин, а почему бы и нет? Действительно годный, собственно говоря, моментик такой. Поэтому давайте реально этим и займемся. И пока я буду ехать до, собственно говоря, банка, я хотел бы задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабого ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную МТА провинцию и заходи. Потому что игра реально супер, это та же самая GTA San Andreas, только с русской картой. Вот такие вот русские тачки, реально игроки ездят. И, ребят, ну за это лайк, потому что игрушка вообще полностью топ. Так, давайте сейчас зайдем в Орео ГАИ. Посмотрим, что в нем там находится. Нужно сразу повесить на нее номера, чтобы полицейские там не останавливали меня и ничего такого не делали. Так, мы повесили номера, теперь нам нужно съездить в банк и закрыть эту, собственно говоря, проблемку, которая у нее есть именно по документам. Потому что из-за того, что у него есть определенные всякие штрафы за дом, потому что не платил за квартиру, у него могли забрать эту машину. И пока я находился в гараже у моего дедушки, естественно, с ней ничего бы не сделали. И я на ней, в принципе, катаюсь и могу сейчас это делать с уверенностью. Но если я оплачу все эти моменты, то я смогу вообще всегда это делать спокойно, дорогие друзья. И это действительно круто. Поэтому, ребят, обязательно заходите на провинцию и играйте вместе со мной. И, кстати, если вы уже играете или только хотите начать, но у вас нет денег и вы не знаете, что вообще делать, в таком случае, чтобы заработать сразу много денег, для этого вам понадобится, когда вы зайдете в игру, нажать на буковку М английскую, на вот эту, и у вас откроется вот такое вот меню. И вот тут в разделе реферальная система нужно ввести мой промокод личитоп. Вот этот промокод ввести вот сюда, и вы с легкостью получите крутой бонус. Поэтому давайте будем вводить. Мне будет действительно приятно. Так, я пока что нарушаю чуть-чуть, потому что в любом случае мы сейчас доедем до банка, и я оплачу все эти штрафы, и ничего такого не будет. Поэтому давайте вот так проезжаем до сюда. Вот такой вот прекрасный банк у нас есть, где мы будем заниматься суетой. И давайте сейчас сделаем все, что нужно, все, что просили сделать. И тогда я смогу уже реально забрать ту привору себе, прям с большой, с большим удовольствием. Отличненько, давайте сейчас глянем. И посмотрим, что тут есть. Так, давайте посмотрим штрафы. Заплатим штрафы. И вот тут у нас услуги ЖХ. Вот, дорогие друзья, то, что нужно оплатить. 2 900. Не знаю, почему из-за такой суммы он перестал пользоваться тачкой. На самом деле, это реально не такой уж большой долг. Но ладно, это его, в принципе, дела. Потому что мне главное, что я смогу кататься на этой приворке сам с большим кайфом. И вообще все круто. И теперь мы с вами отправляемся, собственно говоря, в автосерийск, где мы будем из нее делать просто максимальную куколку. Опять же, чуть-чуть нарушаем. Я понимаю, да, чуть-чуть я сделал оперской суеты. Но, ребята, на самом деле это все понятно. Это все естественно, все это бывает. Нет, ничего страшного. Главное, что мы с вами теперь имеем эту привору. И можем на ней кататься в любой момент. Это самое главное, чего я хотел от нее добиться, дорогие друзья. Теперь мы с вами едем к автосервису. А где мы сейчас будем ее перекрашивать? Потому что вот этот видок просто ужасный. Меня пацаны засмеют. Мне скажут, что личик катаешься на такой ржавой автомобильной штучке. Так, и надо посмотреть, где вообще у нас находится автосервис. Если я не ошибаюсь, то нам вот в эту сторону. И там вот чуть-чуть мы будем... И поворачиваю направо. Так, давайте объедем автобус. Что-то он по левой стороне плетется. Я вообще не понимаю, что он вообще так делает. А заезжаем мы снова направо. И быстренько будем заниматься этой приворой. Потому что это очень важно. И опа, чуть-чуть коцнул. Ё-моё, вот это я понимаю. Надеюсь, что вообще она не поломалась. Но, скорее всего, поломочка у неё есть, дорогие друзья. Нет, отлично. Поломки вообще нету. Просто шикарно. Так, давайте просто... Я сейчас её делаю в чёрный цвет. Максимально денег не хочу сильно на неё тратить. Потому что надо на учёбу оставить. Сейчас, собственно говоря, надо будет... Там, туда-сюда. Поэтому так оставим их. Делаем просто свет. Вот таким вот оп-оп-оп. И колёса сейчас быстренько так же покрасим. Я думаю, что будет уже пушечная приворка. Которая, ну, действительно, должна быть топовая. Посмотрите. Опа. Вот это всё. Это чисто опер. Вот просто оперская... Оперская привора за буквально совсем мало времени. Единственное, что... Ну, можно добавить ей пакет тюнинга. А, нет, 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 нет. Я знаю, что я хочу сделать. Мне нужно её занизить. Вот так вот сделать. Давайте вот такую вот подвесочку делаем ей. Ровненькую, чётенькую. И давайте оп-оп. Нормальненько делаем. И всё. Чики-бам-бони. Вот такая вот приворка получается на суете. Посмотрите. Ребята, в начале ролика она была ржавая консервная банка. Сейчас реально оперская привора для пацана. Изи просто. Спасибо большое дедушке, что он разрешает всем ребятам у себя в гараже хранить тачки. А потом я их забираю себе. Поэтому, ребят, в принципе, на этом всё. Я считаю, что если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Обязательно. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет Дедушкин гараж. Все, кто напишет слово Дедушкин гараж, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш Мим Ильич. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И всем до скорых встреч.